Друзья, привет! Сегодня будем говорить о парвовирусном энтерите у щенят. У меня уже есть несколько видео на эту тему, статьи несколько штуки напечатал, но поступают вопросы ко мне от зрителей, то есть от вас, от читателей. Вопрос звучит следующим образом. Это я обобщаю несколько сообщений. Люди завели щенка. Щенок погиб от вирусного энтерита. Конечно, печальный случай, но хотят завести нового щенка. И вот интересуются, что нужно сделать, чтобы новый щенок не заразился и не заболел. Какие мероприятия предпринять? И можно ли вообще заводить нового щенка? Потому что много информации в интернете, пугающей информации, некоторая правдимая, некоторая нет вообще о живучести этого вируса энтерита. И сейчас мы попробуем разобраться в этом вопросе. Пока я буду вам рассказывать, чтобы не скучно было смотреть на говорящую голову, посмотрите лучше на моего котика Сэмыча. Итак, начнем. Я заготовил план небольшой, как обычно. Действительно, вирус энтерита довольно устойчив. Особенно в такую погоду, как сейчас, наступает осень, зима. Если погибнет собака, бродячая от вируса энтерита, трубы долго сохранятся и вирус в трубе в том числе. Поэтому ваша собака может повстречать и вы можете повстречать его. Также представьте, если вы сталкивались с вирусом, с больным щенком. У него есть рвота, есть понос. И вот эти истечения естественные содержат большое количество вируса. Попадает в рвота на ковер, какое-то ковровое покрытие, на мебель, где есть много ворцы. Все это высыхает и действительно сохраняется длительное время. Поэтому ваш щенок рискует новый заразиться, попав в такие неблагоприятные условия. Но можно, конечно, предпринять некоторые меры, чтобы снизить вероятность риски заражения. Итак, пункт первый. Убираем весь инвентарь. Убираем игрушки, ошейник, поводок, подстилку. Все, в общем, то, к чему прикасался больной щенок. Лучший вариант – это сжечь. Все это спалить. Убираем ковер, убираем ковролин. Ну, какое покрытие у вас есть, содержащее ворс? Потому что все вот эти испражнения, они, если попадали на ковровое покрытие, они все там содержат вирус. Это опасно. Все убираем. Следующий момент. Проводим тщательную уборку, влажную. Берем обычное моющее средство, все промываем, вымываем, проветриваем помещение и обрабатываем ДЭС-средства. О ДЭС-средствах, какие можно использовать, я рассказал в статье. Ссылка будет в описании, перейдете, почитайте список некоторых средств и где их можно приобрести. Таких уборок делаем несколько, ну, неоднократно. Вообще нужно выдерживать карантин более месяца. Минимум месяц, лучше больше. И за это время, за проведение карантина, несколько раз проводим уборку с дезинфекцией. Это делается для того, чтобы создать неблагоприятные условия для вируса. Вы убираете выделение животного, которые остались, рвотные массы, там, каловые массы, органические остатки, где мог сохраниться вирус. Проветривайте, то есть, меняйте влажность воздуха, убирайте застойные явления в воздухе. То есть, все делайте для того, чтобы вирус не выжил. Следующий. Берем уже привитого щенка. То есть, мы выдержали карантин, провели уборку, дезинфекцию. И берем щенка, у которого есть две прививки. Потому что одна прививка не дает никакой защиты. Привили один раз, через 21-28 дней второй раз. И не сразу забираем щенка. А ждем еще 14-21 день. И тогда уже у щенка вырабатывается иммунитет. Он не стопроцентный. Но при встрече с вирусом, хоть что-то может сработать в организме. Следующий момент. Это правильно адаптируем. Вот вы привезли щенка домой. Не пытайтесь сразу накормить, чем-то обработать от блох, клещей, паразитов, какую-то профилактику сделать. Вы ждите 10 дней. Пусть он привыкнет к вашей среде. Кормите точно так же, как и кормили до этого заводчики или предыдущие хозяева. Не делайте резких переходов на ваш рацион. Поэтому все нужно узнать, записать, чем кормили, продукты. Ну и, конечно, щенок должен не только быть привитым, но не иметь никаких паразитов. Внутренних, внешних, ну хотя бы малое количество. Чтобы вы потом не обрабатывали его дополнительно и эти паразиты не ослабили его здоровье. Ну, примерно так. Затем правильный уход и содержание. Это самое основное, что влияет на естественные механизмы защиты. Что я под этим подразумеваю? Правильный уход. Вот, допустим, вы поселили щенка где-то на сквозняке или на бетонном полу. Естественно, ну это я все утрирую, как бы приукрашаю, сгущаю краски, как говорят. Естественно, щенок в таких условиях может переохладиться. Если есть вирус в квартире у вас остался, ну не убрали вы весь, организм ослабленный, попадает в вирус, больше шансов у щенка заболеть. Несмотря на то, что он привит. Просто иммунная система потеряет эффективность. Или такой классический пример, который я часто привожу. Вы пошли гулять в какую-то посадку или в лес выехали, где можете встретить клеща, больного пероплазмозом, и ваш щенок заболевает пероплазмозом. Естественно, у него, опять же, организм ослабнет от болезни. И в квартире у вас, допустим, опять же, вирус. Есть вероятность большая подхватить и заболеть энтеритом. Вот так, друзья, это основные параметры. Все это я описал в статье, повторюсь, перейдете, почитайте. В целом, какой акцент, что как бы вы не уберегали щенка, все равно остается риск заболеваний. Даже если бы у вас не было больного щенка до этого, вы можете принести вирус на обуви. Можете выгулять щенка, пойти гулять, и он встретит какой-то кал от больной собаки и заразится. То есть, от всего не убережешься. Но можно соблюдать те правила, о которых я говорил. И вероятность того, что щенок останется здоровым, повысится в несколько раз. Все, друзья, если будут у вас дополнения, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и послушаем нашего кота Сэмыча. Пока, друзья! Угу, интересно, интересно. А вот, когда вы меня брали, тут никого случайно не было больного? Может, щеночек у вас был тут больной? Я иногда недомогание чувствую. Может, я тоже заразился энтеритом? А вообще, кошки болеют энтеритом или нет? Можно было и рассказать об этом, люди-то не знают. А вдруг кошки болеют, и мне теперь нужно переживать из-за энтерит еще? М? Как-то не все, не все рассказано. Угу, нет.